и проектированием того, как люди взаимодействуют с продуктами, как люди взаимодействуют с сервисами, то есть, по сути, пользователем, пользовательским опытом. И сегодня Маша попросила у меня достаточно сложную задачу, она мне попросила рассказать, что такое UI, что такое UX, зачем нужно ей запереть тестирование, как мы делали исследования по взаимодействию людей с инвалидностью с банком и еще рассказать про принципы, которые важны для людей с инвалидностью, которые взаимодействуют с интерфейсом. Для людей, которые понимают, что это такое, это примерно лекция на год. У меня 20 минут. И я долго думала, где-то 80% времени подготовки заняло осмысление того, как обо всем рассказать. Я поняла, что, наверное, самым лучшим вариантом это будет показать все на примере, как раз на примере того, как мы делали исследования и что из этого вышло. Как меня и просили, я начну с сотворения Вселенной. Собственно, что такое UI? Это интерфейс пользователя. Под интерфейс пользователя подразумевается все, что угодно, при помощи чего вы можете взаимодействовать с устройством. Например, дверная ручка — это интерфейс пользователя. Пульта телевизора — это интерфейс пользователя, который позволяет вам переключать каналы. iTunes — это интерфейс, который позволяет вам слушать музыку. Но что происходит, когда появляется такое слово, как UX — пользовательский опыт? Мы видим, что для того, чтобы пользоваться пультом от телевизора, людям нужны какие-то чехлы, в лучшем случае, а чаще они используют пакет, потому что круги стираются. В iTunes, может быть, вы видели недавно буквально «10 минут тишины». То есть это трек, который поспал в шорт-лист iTunes. Это трек, за который люди готовы платить один доллар, и он состоит из «10 минут тишины». Почему? Потому что этот человек изучил пользовательский опыт. Он увидел, что людям крайне необходим какой-то трек, который позволит им не слышать каждый раз первую песню в их плейлисте. И что позволяет изучение пользовательского опыта? Чаще всего многие компании изучают пользовательский опыт именно для того, чтобы развивать свой продукт, для того, чтобы закрывать какие-то бирки в нем. И очень часто изучение пользовательского продукта приводит к вообще созданию нового продукта. Ну и, собственно, что делать, чтобы изучить этот пользовательский опыт? Ходить в народ. Ходить в народ, проводить исследования. Именно это мы и сделали, когда появилась задача адаптировать банк для людей с инвалидностью. Потому что для того, чтобы что-то начинать делать, нужно понять, а какие проблемы-то вообще есть, а какие потребности есть у людей. И первое, что делают люди, которые проводят исследования, нужно понять, собственно, кто ваш пользователь. У меня такой вопрос. Например, мне нужно понять условия кредита, которые я написала. Их пользователи понимают или нет? Могу ли я пойти к моей коллеге и спросить у нее, вот она хочет этот кредит. Могу я у нее узнать, понимает она их или нет? Нет. Почему? Потому что она тоже в голове. Да, правильно. И это главное условие понимать, кто не может быть вашим пользователем. И когда мы проводили исследования, кроме того, что вам нужно понимать, кто ваш пользователь, нужно еще понять, как его категоризировать. Потому что для нас мы поняли практически сразу, что, например, диагноз человека, он или степень его инвалидности нам не говорит ничего. мы не можем понять, какие у него барьеры, какие у него принципы потребности. И мы сделали такую категоризацию по барьерам и потребностям людей относительно среды, относительно окружающего мира. но в какой-то момент мы поняли, что эта категоризация, она как бы все равно, например, имеет ограничения. Вот перед вами два человека, и один из них не относится к клиенту с особенными потребностями. Как вы думаете, кто? Я говорю, ну, смысл. Почему? Ну, у девушки все нормально, у нее просто протезы. Это не ограничение физически. У Цукерберга, он мэнтоник, он не различает красное и зеленое, именно поэтому Фейсбук синий. И очень крайне будет сложно создать какой-то интерфейс, который этот человек сможет воспринимать. Дальше я расскажу, собственно, как решать эту проблему. Но кроме того, что вам нужно разобраться, кто ваши пользователи, кого вы исследуете, конечно, следующим этапом нужно понять, как исследовать. Про эту часть можно еще больше, чем год говорить. Но поскольку у нас задача стояла очень широкая, то и исследования у нас были максимально широкие. То есть мы проводили и количественные исследования, и качественные. Анализ статистической базы позволил нам понять, собственно, в каких каналах есть основные проблемы у людей с инвалидностью. И также понять, с какими продуктами, в первую очередь, у них есть проблемы. Например, для вас статистический анализ может дать в помощи детей в том смысле, что это первое. Вы сможете сделать roadmap, да, в принципе, что является самой большой проблемой, что нужно решать сегодня, не завтра сегодня. И дальше, идя по снижению, вы можете дальше выстраивать приоритет. Кроме того, вы провели контент-анализ. Это уже история более чувствительная, более маленькая, на меньшем уровне. Потому что анализ количественный вам говорит «Вот проблема». Но вы не понимаете, почему эта проблема, в чем она заключается. И, например, уже контент-анализ социальных медиа показал нам, что, например, мы не учли в наших пользователях еще одну группу. Оказалось, что треть проблем — это доверенности. То есть родственники людей с инвалидностью, которые их представляют, точно так же сталкиваются с какими-то проблемами. Соответственно, мы поняли, что еще одна категория, которую нам следует изучать, — это родственники. Ну и глубинные исследования, это графические исследования, позволили нам понять, в принципе, как человек живет, из чего состоит его день, чем он пользуется в быту, что для него важно, какие барьеры и потребности у него есть. Ну и, конечно же, мы увидели, собственно, как люди взаимодействуют с банком. Если быстро, кратко говорить про исследования, потому что и про исследования можно рассказывать часа два, результаты следующие. Наверное, каждый из вас, когда представляет себя человек с инвалидностью, в голове, ну я не знаю, почему это у нас телевизор может быть, представляет пандус. Вот одна проблема — это физический барьер. Но оказалось, что основной проблемой — это коммуникация, потому что мы можем построить везде потрясающие шикарные пандусы, но если, когда человек туда придет, например, с любым человеком будут говорить, иди вот туда вот, возьми там бумажку и там ее подпиши, или с глухим человеком будут говорить не на русском жестовом языке, а просто на русском, то как бы все эти пандусы, все это будет бесполезно. И мы поняли, что проблема на самом деле не в сотрудниках, которые там куда-то кого-то отправляют что-то там сделать, а в том, что у нас в обществе слишком мало контактов, в принципе, в жизни с людьми с инвалидностью. У нас нету этого опыта. Мы с самого детства не научены, нас никто не научил, например, понимать, что это человек с инвалидностью, у него есть какие-то особенные потребности, особенные, и как бы как с ним коммуницировать. Поэтому первое, что мы сделали, это, конечно, мы написали руководство по коммуникации, по этикету, по тому, как распознать человека с инвалидностью, потому что на самом деле это в первую очередь самая важная история. И к моему стыду, например, для меня было открытие, что незрячие люди пользуются интерфейсами, точно так же, как все мы, цифровыми продуктами, и на самом деле они для них не менее важны, чем для зрячих людей. И здесь, что мы сделали, мы провели юзабилити-тестирование. Почему немножко отойдут эти исследования, в принципе, нужно проводить юзабилити-тестирование. Прямой контакт используется. Да, на самых ранних этапах тут самое главное слово, потому что, если вы не протестируете интерфейс на самых ранних этапах, ваш интерфейс все равно будет протестирован. Но после того, как вы затратите на него ресурсы, после того, как вы запуститесь, пользователи протестируют его. Лично мне было тестировано следующее. Я пыталась в ОВД-инфо сделать пожертвование, и у меня ничего не получилось. Вот так вот, в лучшем случае, вы получите кучу жалоб в свой адрес. И это будет хорошо, потому что, может быть, вы не получите никаких жалоб, и вы просто не узнаете, почему люди не смогли, и вообще, почему у меня так мало пожертвований. Вот, поэтому очень важно проводить юзабилитическое сервание и как можно более на раннем этапе. Кроме того, в чем еще такая прелесть юзабилитического сервания, например, для нас была, это потрясающий аргумент. Если бы я пришла и начала говорить, знаете, вот там есть люди с инвалидностью, они не зрячие, они пользуются своими продуктами, и у них есть, там, проблемы у нас есть. Мне бы сказали, сколько этих людей, какие у них барьеры, и мне пришлось бы все это доказывать. Тут я прихожу с двумя экспертами потрясающими, и мы садимся и показываем, как люди пользуются. И тут уже вообще никаких разговоров нет, все сразу видно, все понятно. Главное, у людей сразу включается голова, как быстро они могут все изменить, исправить, и что на самом деле все не так сложно и страшно. Собственно, в чем заключаются потребности людей с инвалидностью, и в чем заключаются принципы интерфейса, доступного для всех? Как пользуются незрячие люди компьютером? Я не стала здесь приводить видео, еще что-то. Если нужно, будет скину ваши ссылки. Но люди пользуются цифровыми продуктами с помощью голосового интерфейса. То есть... То есть все, что мы видим, голосовой интерфейс происходит человеку, и он управляет, он воспринимает контент, он управляет контентом. Второй способ, которым также пользуются слепоглухие люди, это клавиатура Брайля, но она менее распространена, потому что устройство очень дорогое. Так вот, что важно для незрячих людей при взаимодействии с интерфейсом? Это сайт депрессионных технологий, и предположим, человек незрячий хочет побольше прочитать, узнать про сегодняшнее мероприятие. Так вот, если HTML-разметка, верстка сделана некорректно, то есть я тут уточню, что именно некорректно, потому что все, о чем я сегодня буду говорить, все принципы, которые я сегодня буду произносить, вы поймете, что не требуется ничего специального для того, чтобы люди с инвалидностью пользовались сайтом. Все, что нужно, это чтобы HTML-разметка соответствовала стандарту, чтобы дизайнеры включали голову. Вот, и, соответственно, если на сайте есть разметка уровня H1, то человек быстро проскакивает раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, он, оказывается, проскакивает, проходит по смысловым блокам, он проходит новости, он проходит информацию в лиц, он проходит мероприятие. То есть скринридер не зачитывает ему все, 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 все подряд, он быстро переходит к мероприятию. Таким образом, очень быстро люди незрячие навигируются по сайту, если у него есть правильная разметка. Кроме того, вот, например, на сайте Теплиц, да, еще один важный момент, забыла сказать, что для того, чтобы люди с инвалидностью воспринимали полный контент, незрячие люди, очень важно, чтобы все картинки были подписаны, что на них изображено. Очень важно, чтобы тут не вошел кусочек, там поиск нарисован, да. Соответственно, если у вас в коде эта кнопка не подписана, или подписана как кнопка, то человек здесь может ей воспользоваться. То же самое относится ко всем нетекстовым элементам, кнопкам, картинкам, иконкам и так далее. Вот. И вот на сайте Теплиц стильной технологии картинки подписаны. Я думаю, что они легко и подписаны, судя по тому, как все аккуратно сделано. Но, например, таблица сделана как таблица. Если для таблицы не используются табличные формы, то человек не сможет прочитать, что здесь написано. Человек не сможет понять, ну, понятно, да, картинку человек не сможет просмотреть. Что еще важно? Я не смогла найти плохой пример на сайте, но в жизни их очень много. Очень часто ссылки делают как ссылку, то есть HTTP, и скринридер читает вот это все человеку. Мало того, что он читает ему мусор, так еще и человек не понимает, а куда он сейчас попадет. Поэтому все ссылки должны быть подписаны так, чтобы человек понимал, куда он попадет по этой ссылке. И я отмечу, что на самом деле вот это вот название правильных ссылок, оно важно не только для незрячих людей, для зрячих людей это просто тоже точно такой же мусор на странице. Вот, поэтому, кроме того, еще ссылки, конечно же, не стоит называть здесь, ссылка и так далее. Хочу остановиться на картах, потому что я заметила, что сегодня NKO очень много использует для разных ресурсов карты, и здесь тоже можно по-разному решать эту задачу. То есть, например, вы можете сделать элементарную Excel-таблицу, где человек сможет найти какой-то объект, который ему нужен. То есть вы делаете альтернативную версию для не текстового формата. Самая адская вещь – это капча, потому что капча для незрячего человека блокирует вообще сценарий. То есть можно попробовать сделать голосовые варианты и так далее, но на самом деле из моего опыта я хочу сказать, что когда люди пытались подумать, оказывалось, что она не нужна. То есть всегда находили способ, как проверить пользователей и так далее, и обойтись без капча. На самом деле это действительно очень большая проблема для незрячих людей. Есть разные варианты нарушения зрения, тоннельное зрение или пятно, и люди с таким нарушением, они пользуются сайтами примерно так же, как незрячие, но используют остаточное зрение. То есть все, что мы сделали для незрячих, все будет важно для людей с подобным нарушением. Люди с ослабленным зрением. Тут важны две вещи. Это первая – возможность увеличить размер шрифта и контрастность. По поводу увеличения шрифта. Это сайт «Теблица стерновых технологий». И я его увеличиваю. Вы видите, что он перестраивается, меня убирается. И дальше я могу пролистать большой шрифт, и все ровненько и аккуратненько. На сайте такие дела. Делай то же самое. Да. Давай. Не хочет. У нас уползла куда-то кнопка «Помогаем». Очень важная кнопка. Мы не понимаем, где мы находимся, что еще сбоку и так далее. Что тут важно? Адаптивная верстка. Адаптивная верстка очень важна для освободящих людей, потому что сайт остается в нормальном виде. Ему не нужно пользоваться всеми этими движками. Но на самом деле для тех, кто делает сайты, это в принципе должно быть стандартно. Потому что адаптивная верстка позволяет вам открыть сайт на компьютере, на телефоне, на планшете. Сайт адаптируется под такой размер экрана, который у вас есть. То есть это история не только про людей с инвалидностью, но еще в принципе про правильное проектирование сайта. Следующее. Контрастность. Сейчас очень много, очень часто на сайтах есть серый шлит. И его делают, чтобы показать, что это информация второго уровня. Если у вас есть информация, которая не очень нужна, но не вешайте ее, если все-таки она по какой-то причине нужна, сделайте так, чтобы человек смог ее прочитать. По стандарту accessibility отношение фона к тексту должно быть 4,5 к 1. Тогда человек сможет прочитать без специальной технологии ваш текст. То же самое относится не только к тексту, но и еще к каким-то важным комкам и картинкам. То есть если мы ту кнопку поиска сделаем неконтрастной, человек ее не увидит. И я, как человек, который проводит юзабилити-тестирование не только с людьми с нарушением дали, не только с людьми с инвалидностью, но и с людьми без инвалидности, могу вам сказать, что проблемы с контрастностью есть абсолютно у всех. Нарушение цветового восприятия. Мы уже говорили про Цукерберга, но это нарушение может быть не только красное и зеленое. Тут у человека выпадает зеленый, а тут красный, но, например, синий может выпадать. И что важно, немножко про статистику. В мире 8% мужчин имеют нарушение цветового восприятия и 0,5% женщин. То есть примерно 10% населения нашей страны, 1,5 миллиона, имеет цветовое нарушение. Что здесь важно? Если вы сделаете, выделите зеленым, ты молодец, все классно написал, красным выделите, у тебя тут ошибка, человек увидит, скорее всего, вот это. Поэтому очень важно, если вы что-то действительно хотите отметить, вы можете показать это значками, какими-то универсальными, которые все сегодня знают и могут воспринять. Что важно на сайте для людей с нарушением слуха? Это пример, который реальный. По-моему, журналистка Ника проводила эксперимент, она пыталась месяц прожить, будучи глухой. И так как получилось, что это совпало с 11 сентября 2001 года, так вот она испытывала такое напряжение, смотря телевизор, потому что она не понимала, что происходит. То есть вы видите вот такие картинки, но вы не понимаете, что происходит. Она прервала этот эксперимент, потому что не смогла находиться в таком состоянии. Что важно? Конечно, должны быть субтитры или альтернативная какая-то расшифровка вашего медиаконтента. Если вы сделаете сайт доступным для незрячих людей и для глухих людей, он автоматически станет доступным и для слепоглухих людей. Что важно про слепоглухих людей, это то, что для них выход в интернет это, в общем-то, одна из небольших связей вообще со всем большим миром. Поэтому для них наш интернет может быть важнее, чем для каждого из нас. Люди с нарушением формы двигательного аппарата. К таким людям мы относили людей парализованных, людей, не имеющих конечности верхние, и людей с тремором. Что важно для того, чтобы люди могли управлять сайтом. Нужно предоставить им возможность управлять всем сайтом только с помощью клавиатуры. К сожалению, я не смогла найти ни один хороший пример, ну как бы пример из фондов, чтобы это показать. Поэтому я покажу просто то, как это сделано у Гугла. Я перехожу... Что? Я нажимаю на «Тап», и если вы видите, мы имеем фокус, мы понимаем, где мы находимся. И я могу управлять сайтом только с помощью клавиатуры. Мне не нужна никакая ниша. И здесь очень важно, что очень часто... Не знаю, может быть, вы видите, но тут вот есть такой блок, где написано на самом деле, где вы находитесь при управлении с помощью клавиатуры. Но если вы посмотрите на экран, фокуса не видно. И что важно еще для людей с нарушением упорно-двигательного аппарата, это, конечно же, если они пользуются мобильными приложениями, то у вас элемент нажатия, даже если вы сделали его очень маленьким, то площадь нажатия все равно должна быть достаточно большой, чтобы на нее можно было нажать. Для людей с ментальным или психическим нарушением, которых на самом деле очень много, и они участвуют активно в нашей жизни, очень важно конкретные, понятные, простые инструкции, написанные без подтекста, без каких-то особенных смыслов. И очень классный пример, я больше всего люблю, это Икея, которая говорит вам 50 грамм или 5 грамм соли или еще чего-то, вот конкретно понятно, вот столько вот соли, вот столько вот количества креветок, даже сворачиваешь и получаешь еду. Примерно так же у них написаны все инструкции, как собирать еду. И то, с чего обычно, на самом деле, начинают, я этим закончу. В России 12,5 миллионов человек с инвалидностью, все те же самые потребности есть у 35,5 миллионов человек пожилых. Это очень большое количество людей, почти 50 миллионов. На самом деле, если мы еще подумаем про каждого из нас, каждый из нас в тот или иной момент жизни испытывает те же барьеры и потребности. Молодая мама, молодая папа, которые держат ребенка на руках, они могут пользоваться только одной рукой, телефоном или еще чем-то. Когда вы едете за рулем, вы не можете читать, смотреть смс-ки, вам не стоит этого делать. Когда вы находитесь в баре, вы не можете услышать, что там происходит по телевизору, но увидев такую картинку, вы точно захотите узнать, что там происходит. Если вы находитесь за границей, вы находитесь в ситуации глухого человека, потому что глухой человек умеет говорить, он использует для этого русский жестовый язык, но все окружающие его люди говорят на другом языке. Точно так же мы, находясь за границей, не понимаем, в каком языке эти люди говорят. Так вот, если возвратиться назад, то из каждого из нас, если посещать, то, в принципе, сегодня, в данный момент, это примерно половина населения, это люди, которым нужны все вот эти вот принципы, о которых я только сейчас говорила. И если вы делаете что-то для людей с инвалидностью, это точно будет удобно для пожилых людей, это точно будет удобно для временутривоспособных, и на самом деле это будет, как вот с примером с адаптивной версткой, это удобно вообще всем. Спасибо большое. Исследование оно открытое, вы можете почитать результаты на сайте specialmang.ru. Спасибо за внимание.